Несмотря на санкции, экономическая жизнь в округе не прекратилась, а даже наоборот. Консолидированный бюджет был мобилизован в 129 миллиардов рублей, на 2 миллиарда больше, чем в позапрошлом году. Замначальника налоговой инспекции Ольга Феоктистова рассказала журналистам о главных итогах 2023 года. Здесь необходимо отметить, что это темп просто налога на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет. И здесь темп просто 218%. А по налогу на доходы физических лиц – 160%. Но налог на доходы физических лиц у нас уплачивают как физические лица, так и предприниматели, так и юридические лица. Общая сумма задолженности плательщиков перед бюджетом в 2023 году составила более 15 миллиардов рублей. Тут стоит отметить, что если бы не методичная и разноплановая работа налоговиков с должниками, эта цифра могла бы быть почти в два раза больше. Ведет ли рост закредитованности населения, о котором говорят финансовые власти страны, к росту банкротств? Ольга Витальевна отвечает, что такого налоговики не фиксируют. Из 15 миллиардов 154 миллионов в банкротстве включено в реестр требования кредиторов 5 миллиардов 612 миллионов. А уровня всплеска какого-то лица, находящихся в процедурах банкротства, мы не отмечаем. Еще одна любопытная тенденция. В округе растет число собственников имущества, земельных участков, автомобилей. Количество владельцев недвижимого имущества, например, как правило, речь идет о жилье, за один только прошлый год выросло на 17 тысяч и сейчас составляет 322 тысячи человек. Люди стремятся вложить свои финансы во что-то надежное. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.